Здравствуйте! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным в студии Елена Тиханович. В заботливых руках здоровая нация. В эти минуты имена лучших медицинских работников столицы называют во дворце республики. Более двух с половиной тысяч врачей и медсестер на несколько часов сменили строгие белые халаты на вечерние наряды. Почетными грамотами за высокие достижения в профессиональной деятельности уже наградили 40 лучших специалистов, труд которых ежедневно спасает здоровье и жизнь людей. В их числе выдающиеся терапевты, кардиологи, хирурги и педиатры. В городе отличается естественный прирост населения не только за счет миграционных процессов, но и за счет роста рождаемости. В городе самый низкий в республике Беларусь показатель смертности населения – 9,1 промилле. Один из самых низких в стране показатель младенческой смертности. Зусловно, это основное достижение системы здравоохранения. На таком торжественном собрании я не в первый раз, но каждый раз я испытываю невероятное волнение, находясь здесь. Хочу пожелать всем медикам страны, ну и особенно всем сотрудникам 9-й клинической больницы, самое главное – здоровье. Ароматы мучителей в жилом доме на улице Кулешова, безопасная копилка для использованных лампочек и батареек на проспекте Независимости и Беловежский зубр на улице Октябрьска. Интересные подробности этого дня не упустила наш дежурный по городу Оксана Семашко. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас вот здесь вот канализационный люк под нами, и вон там в подвале повреждена канализационная труба. Живут здесь подъезды вот одни пожилые люди, пенсионеры. У меня маленький ребенок, и я, ну, как бы, хочу в комфортных условиях жить. Могу порадовать то, что закуплены материалы, и в канедельник будет все устроено. Для производства работ придется разбивать лестничный марш на первом этаже. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мусор специального назначения. Зеленые контейнеры для служивших в свое время лампочек и батареек начали устанавливать в столичных дворах. Шаг навстречу экологии сделали на проспекте независимости улицы Скрыгановой в переулке Ольшевского. Эксперимент удался. Менчане не пренебрегают возможностью избавиться от старых лампочек, батареек и аккумуляторов с помощью специальных контейнеров. Ведь отправлять элементы питания, содержащие рту, свинец и другие металлы в общий мусорный бак опасно. Только одна пальчиковая батарейка может отравить 400 литров воды и почву площадью равной половине футбольного поля. Батарейки от пультов, фонариков выносим обязательно сюда. Не выбрасываем мусорные ведра. Тапиари своими руками. Столичные флористы вырастили на улице Октябрьской настоящего зубра. Раньше могучего зверя в Минске можно было повстречать разве что в зоопарке. Родом из Пущи этот волок богатырь по задумке городских озеленителей охраняет Каменецкую башню в самом сердце столицы. Новая достопримечательность снизу доверху покрыта искусственной травой. Вечно зеленые декоративные скульптуры станут украшением города в любое время года. Очень классная штука. Приятно смотреть. Побольше вот такого вот в нашем городе, в нашей столице. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт ctv.billara.teleforum. Звоните по телефону горячей линии 1-600-700 и помните нам важные подробности. Прямая телефонная линия продолжает работать по единому графику. В субботу, 20 июня с 9 до 12 часов на связь с минчанами выйдет первый заместитель председателя Мингородсполкома Владимир Кухарев. Он ответит на вопросы, которые касаются городского хозяйства, сферы ЖКХ, энергосбережения и транспортной инфраструктуры. Служебная халатность. В ходе проверок экзамен на качественный сервис и соблюдение техники безопасности не сдали 10 из 12 проверенных столичных пунктов проката лодок и катамаранов. График работы речной флотилии не был согласован с администрацией района. Информационные стенды и уголок потребителя отсутствовали, а книга замечаний и предложений велась не по правилам. Среди нарушителей оказались пункты проката на Комсомольском озере, Снянском водохранилище, в районе Национальной библиотеки и в парке имени Янки Купалы. На сегодняшний день нарушения устранены всеми субъектами хозяйствования. Их пять, за исключением одного. В отношении данного субъекта хозяйствования переданы материалы для ведения административного процесса. Также проведен мониторинг наличия спасательных жилетов и установлено, что в общем все пункты проката оснащены спасательными жилетами в достаточном количестве. Информация для пассажиров общественного транспорта. В связи с возложением Патриархом Московским и Всеаруси Кириллом Венка к монументу Победы, завтра ориентировочно с двух до трех часов дня изменится трасса автобусных маршрутов. Так автобусы номер 100, 115-е и 300-е проследуют без остановок по проспекту Независимости, улице Янки Купалы, Первомайская, Змитра Кобядули и Козлова. Автобусы номер 18-26 будут курсировать по улицам Захарова, Первомайской, Змитра Кобядули, Козлова и проспекту Машерова с выполнением остановочных пунктов Козлова и проспект Независимости. Июньский уикенд с майским характером до плюс 20-ти и кратковременный дождь. Когда в столицу вернется по-настоящему летняя погода? Узнаем у главного специалиста по метеопрогнозам Дмитрия Рябова. В субботу ожидается облачность с прояснениями, ожидается днем небольшой кратковременной дождь, возможно гроза и ветер будет северо-западный, 4,9 метров в секунду. И температура воздуха ночью плюс 11-13, на температуру будет 20-22 градуса. В воскресенье характер погоды существенно не изменится, по-прежнему ожидается облачность с прояснениями погоды, северо-западный ветер и прогнозируется кратковременные дожди и, возможно, гроза. И температура воздуха в ночные часы составит у нас 12-14 тепла, днем около плюс 20. И предварительно в начале следующей недели характер погоды существенно не изменится, сохранится такая свежая и прохладная погода. Желаю всем хорошо провести выходные дни, удачи и берегите себя. А чем жил главный город страны на этой неделе, наши корреспонденты узнали в традиционном пятничном опросе. Вышла на работу после двухмесячного перерыва отпуска. Коллектив рад был меня видеть. Вырвали зуб сегодня, вот запомнилась неделя второй. Что еще? Хорошей погодой. Хорошей погодой, ну вообще все замечательно. Съездил на нарыщ, отдохнул хорошо. Вот, ну только чтобы погода плоховатая была. Неделя запомнилась скидками очень хорошими. Ищу для дочери наряды, потому что у нее во вторник день рождения. Была трудовая неделя, довольно сложная. Запомнилась хорошими результатами. Мой внук закончил лицей БГУ, химико-математический факультет. И я впервые была в лицее БГУ на выпускном. Вы знаете, это просто грандиозно. Сегодня у моей дочери день рождения, ей исполняется 29 лет. И мы сегодня готовимся ее поздравить с днем рождения. Сейчас идем с ребенком с театра. Маша, тебе понравилось? Понравился тебе театр? Да. Новые городские подробности в понедельник в это же время. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Елена Тиханович. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова